Работа с шоколадом это один из, наверное, пугающих элементов кондитеров, потому что шоколадье это некая, ну такая, флер над этой профессией очень большой, очень много магии, очень много такой таинственности. Что я хочу сказать, что достаточно длительное время мы, как небольшое предприятие, ну в рамках масштабов больших бизнесов, мы искали очень для себя оборудование, которое бы позволило нам упростить работу с шоколадом, в том числе с его темперированием. С одной стороны, есть на рынке огромные темперировочные машины, которые стоят под миллион рублей и выше, а нам, как малому предприятию, собственно, нет вариантов потратить такие деньги, но при этом каждый раз темперировать какие-то объемы. То есть мы уже не маленькая кондитерская, у нас производство, много клиентов больших, но при этом мы все время находимся в этом состоянии. Вроде миллион с лишним, это уже много, да, а для маленьких, как бы, компаний нет каких-то решений, которые бы позволили вам, ну или для домашнего бизнеса, тем более, которые позволили бы упростить работу с шоколадом. Недавно мы такую штуку нашли. Это очень крутая тема, потому что для нас это стало, ну, своеобразным таким выдохом, да, облегчением, которое позволило нам очень просто начать работать с шоколадом. Итак, если вы помните, то для того, чтобы получить темперированный шоколад, нужно запустить прекристаллизованное какао-масло внутрь. То есть, когда мы нагрели наш шоколад с вами до 40 градусов, то у нас процессы разрушения произошли, и кристаллическая решетка распалась. Для того, чтобы собрать обратно всю эту кристаллическую решетку, нужно запустить процесс прекристаллизации. Прекристаллизация – это очень сложный процесс, который достигается посредством доведения температуры какао-масла до 27 и ниже для того, чтобы запустить процесс кристаллизации. Но, и это все происходило вот это вот на столе, вот это вот все размазывать, собирать, сколько там термометра туда-сюда. В общем, все время было очень сложно. Ну, и в домашних условиях это нереально. И тут появляется такая штука, называется инкубатор для прекристаллизации масла. Это очень крутая тема, потому что что можно в нем сделать? Можно хранить прекристаллизованное масло. Посмотрите, это готовое прекристаллизованное масло, которое можно добавлять внутрь вашего шоколада и перестать возекать его по столу, ну или там нагревать, поднимать, опускать его температуру и тем самым очень упростить себе жизнь. Самое прикольное из всего этого, то что этот продукт российского производства. И это несказанно радует, что мы с этим оборудованием можем выйти на такой небольшой рынок домашних кондитеров или средних производств, малых производств, которым очень-очень сильно этой штуки не хватает. Сейчас покажу, как это работает. Совершенно потрясающая вещь. Итак, здесь у нас с вами установлена температура 32 градуса. Это как раз температура для прекристаллизованного какао-масла. Он там находится, так называемый, масло-шелк. Еще есть такое понятие. Посмотрите, оно такое беленькое, как, ну не знаю, такое полурастаявшее. То есть это масло, которое хочется на бутерброд его намазать, что ли. Вот. Можно, в принципе, заполнить целиком весь инкубатор. Можно его вынуть, легко помыть. То есть можно целиком весь, если у вас достаточно большое шоколадное производство. Или можно так вот в небольшом пакетике эту историю хранить. Плотно закрываем крышечкой и все. Вообще не ест никакой электроэнергии. Там какие-то копейки, единицы. Но при этом у нас это постоянно есть в наличии. Трюфельные массы, пожалуйста. Шоколад для декора, пожалуйста. Ганаш и стабилизировать, пожалуйста. Ну, то есть это очень крутая тема. Сокращает время и силы. Итак, первое, что мне нужно. Я взял поликарбонатные формы, полусферы. Есть большие, есть маленькие, есть всякие. Значит, и растопил шоколад. Значит, я растапливаю шоколад до температуры 30 градусов. Ну, 30-31. То есть это та температура, которая позволяет мне уже работать с шоколадом как стемперирован. Для того, чтобы мне это сделать, мне необходимо добавить 1% масла шоколада. То есть здесь у меня 300 грамм шоколада. То есть на 300 грамм шоколада мне нужно всего 3 грамма вот этого какао-масла. 1% хватает для того, чтобы запустить процесс кристаллизации. После этого я перемешиваю масло с шоколадом. Ну и, в принципе, все. Можно начинать работать. Посмотрите, какое количество времени и сил. Да, не надо ничего мыть, никакие столы протирать, вытирать. Мой шоколад готов для работы. Берем формочку. И начинаем заполнять форму. И то же самое сделаем с большой. Обязательно простучим форму. Дадим чуть-чуть немного постоять шоколаду, чтобы процесс кристаллизации немножко произошел. И рекомендую очень немножко охладить форму, например, минут 10 в холодильнике перед тем, как вы ее заполняете шоколадом, для того, чтобы он быстрее застывал. Чтобы шоколад хорошо лег на стенку, я обязательно простукиваю его. Дальше беру пергамент. И излишки шоколада аккуратно убираем. Оставляем для кристаллизации шоколад. Обычно шоколаду нужно для кристаллизации около 12 часов. Вообще реально сутки. Если хотите, прямо быстро можно, конечно, убрать в холодильник минут на 20. Это не очень любит шоколадье, не очень любит сам шоколад, потому что процессы шоковой кристаллизации, это всегда не очень прикольно. Но в условиях, когда у нас ограничено время, мы, конечно, можем себе это позволить. Ту же операцию проведем для белого шоколада. У меня здесь 100 грамм белого шоколада, поэтому я возьму 1 процент или 1 грамм. И точно так же размешаю. Таким образом я запускаю процесс при кристаллизации масла без изменения температурных режимов. Очень удобная штука, скажу я вам. Если в какой-то момент вы поняли, что ваш шоколад слишком горячий, просто дайте ему остыть. Можно остудить его, помешивая. Можно поставить на холодную баню аккуратно, только чтобы вода не попала внутрь. И доведите его до температуры там 30-31 градусов. Теперь, пока у нас с вами еще шоколад темный не кристаллизовался, он только стал матовым внутри. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. То есть вот посмотрите, он внутри стал матовый. То есть он перестал блестеть. Снаружи он еще не отошел от формочки. Это нам подходит. Здесь та же самая история. Мы заполняем белым шоколадом формочки. Здесь простукивать ничего не надо. Здесь мы просто переворачиваем. Здесь самое главное, ничего не простукивайте, потому что темный шоколад, который находится на поверхности нашей пластиковой формы, может просто потрескаться. Поэтому здесь мы уже более деликатным образом это делаем. то есть получаем вот такие штуки. Дальше мы это отправляем на полную кристаллизацию. Я рекомендую кристаллизацию проводить вниз для того, чтобы равномерно стекал шоколад по поверхности в разные стороны. Вот, все остатки еще у нас. Наш шоколад с вами стабилизировался. Мы вынимаем его из формы. При правильном темперировании видите, у нас все отстает от формы. Шоколад блестит. Дальше мы с вами будем склеивать шоколадки вместе. Для этого я беру фен. Можно горелку, можно как угодно. Можно на плите нагреть дно кастрюли. Здесь самое главное, делать это не не сильно долго. то есть мы должны только буквально совсем чуть-чуть. То есть мы буквально прикасаемся к горячей поверхности для того, чтобы шоколад чуть-чуть подтаял. И мы могли склеить две половинки вместе. Второй. И соединю их вместе. Дальше я беру шоколад и небольшую кисточку и делаем текстуру на поверхности. Можно это сделать металлической щеткой, если щетки нет, можно просто плотной кисточкой. и самое главное, что шоколад температурой мы берем также около 30 градусов. Темперированный. И постепенно потихоньку наносим текстуру кокоса на поверхность. Так, теперь маленький нож. Нагреваем и делаем аккуратный срез. Субтитры создавал DimaTorzok